Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал церкви Новый Шанс, город Энкоридж, штат Аляска. Хэллоуин является вторым по дороговизне праздником после Рождества в США. В среднем каждый год американцы тратят около 6,9 миллиарда долларов на Хэллоуин. Большая часть из денег на конфеты, костюмы и вечеринки. Удивительно, но также большая часть инвестируется в костюмы для домашних животных. На Хэллоуин лидирующие персонажи для костюмов – это Бэтмен, Ведьмы, Вампиры. Очень заманчиво включиться в общую атмосферу необычного праздника. Украсить свой дом декорациями, отпустить своих детей, выпрашивать к соседям конфеты и в целом весело провести время. Но хорошо ли это для души? Давайте разбираться. История Хэллоуин началась 2000 лет назад, когда кельтские племена жили на территории нынешней Англии, Ирландии, Уэльса, Шотландии и Северной Франции. Вечером 31 октября и весь день 1 ноября они чествовали бога мертвых, в воле которого находились души людей после их смерти. Они верили также, что 31 октября этот бог собирает души всех умерших в прошедшем году. Чтобы отплатить за их грехи, он поселяет души в оболочку животных. Какие куда – зависит от самих грехов. Традиция выпрашивать сладости вечером 31 октября появилась только в 16 веке. Тогда это делали не только дети, но и взрослые. Было принято надевать тканевые маски и ходить от одного дома к другому. Кельты верили в то, что в этот вечер открываются границы между мирами мертвых и живых. Поэтому тени усопших проникают на землю. Для того, чтобы уберечься от них, в доме гасили очаги, а люди одевались как можно страшнее. Это должно было напугать злых духов. Кроме того, в этот день гадали, приносили в жертву животных, а также каждый должен был принести домой язычок священного пламени, чтобы зажечь зимний очаг. Как уже упоминалось, существует традиция выпрашивания сладостей. Дети надевают костюм, берут специальные ведерки в форме светильника Джека и идут от дома к дому с криками «Treat or trick» – «Сладость или гадость». Официально зарегистрированная Американская Церковь Сатаны открыто провозгласила Хэллоуин своим основным праздником. Для них целью празднования, завершающегося самой главной черной мессой года, становится демонстрация своего поклонения и преданности дьяволу. В этот день увеличивается количество самоубийств. Могут ли быть последствия от празднования Хэллоуина? Почему некоторые люди перестают отмечать этот день? Своей историей поделилась с нами Валерия. Когда мне было 11 лет, мы приехали в Америку. И когда был канун Хэллоуина, то американцы, они все были очень рады рассказать мне об этом празднике, о котором я еще ничего не знала, о Хэллоуине. И я помню, наши соседи, они подарили нам такие грушечные скелеты, всякие декорации, и мы украшили нашу квартиру. На улице у нас висели скелеты, стояли тыквы разрисованные. И мне подарили мой первый костюм ведьмочки, был черный, с такой шапкой. Мне подарили первую корзинку, чтобы собирать конфеты. И когда настал вечер Хэллоуина, все дети, мы все выходили на улицу, гуляли и собирали конфеты по домам. Многие дома были украшены такими страшными декорациями, они или пугали, или как-то выпрыгивали. И я помню, что много маленьких детей, они ходили по улице, они просто плакали, потому что они боялись, что их что-то испугает. Для меня это было интересно, я насобирала кучу конфет, которых я потом кушала. И я ничего об этом празднике не думала. Спустя несколько лет мы приехали на Аляску, и я начала ходить в церковь Новый Шанс. И для меня это было большим сюрпризом, что церковь не празднует Хэллоуин. Здесь, в нашей церкви Новый Шанс, мне сказали, что Хэллоуин — это праздник не от Бога, что он темный, и мы его не празднуем. И я прочитала в Первой Яне, что Бог есть свет, и в Нем нет тьмы. И это было для меня большим открытием, что верующие не должны праздновать такой праздник, и что этот праздник — он праздник тьмы, какого-то страха. И те дети, которые плакали, боялись этих декораций, они тоже переживали какой-то такой дискомфорт. Зачем праздновать страх и эту тьму? Также я слушала много свидетельств от людей, которые были бывшими сатанистами, или гадалками, или были причастны к какой-то чёрной силе. И они также говорили, что в праздник Хэллоуина, говорят, мы выходили на улицу, мы делали проклятие, мы проклинали детей, проклинали семьи, мы проклинали эти конфеты, которые мы раздавали. Мне говорят, мы очень рады, что в Америке, и вообще сейчас весь мир поддерживает этот тёмный праздник, и это даёт нам больше силы служить сатане. И для меня это просто было шоком. И я хочу побудить всех, чтобы они смотрелись в историю этого праздника, подумали, что они празднуют, к чему он ведёт, что это за праздник такой, который пугает и насаждает страх в жизни, в вашей жизни и ваших детей. Вот это все. Why would you put your kids, your family, why would you put your purpose, your destiny, why would you put your whole eternity in a demonic altar? Well, people say it's just fun, candy, kids are having costumes on, but you say it's much more. The candy, you know, I never shared this before, but these candy, people from different walks of life pray over these candies, witchcraft. They pray over the candies. You knock on people's door, you don't know the person that you knock on the door, she's a witch. And you knock on the door and you come in, you come in in legal rights of this witch or this wall, this person's practicing this stuff, giving you this kind of candy. Now you're taking that stuff home, you put that stuff into your body. Amen. And on top of that, on top of that, I'm Tom Levine, said, out of his mouth, you know, he used to, he was the ruler of the Church of Satan, right? Out of his mouth, he said, I want to thank every Christian parent for allowing their child to celebrate Halloween one time a year. The devil's holiday. And it took Adam and Eve to lose everything because of one mistake. It took Esau one circumstance to lose his birthrights, right? So why would you bring that kind of curse into your house and curse your family from three to four generations? So when your kid is five and you think it's cool, you dress them up. Once you put a costume on someone, you see, the trick of Adam and Eve in the Garden of Eden, they were made in the image of God. They were made in God's perfect image, right? The devil tricked them with sin and changed their identity. And once you put the costume on the kid, I don't care if you dress him up as Noah. I don't care if you dress him up as Abraham. Once you put this costume on Halloween, the birthright of Halloween, you're changing your kid's identity. The purpose of the destiny has been canceled. It lets you renounce it and bring it back. That is the trick of the devil. Now that you're sharing, and you share this everywhere you go. Everywhere I go. I'm not afraid. I mean, I'm not politically correct. I'd rather be right with God. You'd be mad with me, but at least you'll make heaven. Yes. You know, I mean, churches sometimes, they get mad. They get mad with me. They go, why are you saying that? Why are you talking that way? But how should I talk? God told me to speak the truth. You know, I'm just a mailman. Amen. Why Christians do not celebrate in churches this Day of the Holy Spirit? What is the Bible saying about Halloween? We asked the pastor of the local church, Сергея Ильницкого. Actually, it's not a church holiday. It's not a biblical holiday. It's a devil's holiday. God has been禁止. God has been禁止 to live people to the dead. No one is younger than the pastor of the Holy Spirit. больниц с психологическим отклонением и особенно с фобией дети боятся люди боятся люди плохо спят или не спят не спится какое-то время после этого пропадать настроение сначала эмоции хорошо все хорошо а когда все проходит приходят совсем противоположные эмоции апостол павел первом послании коринфянам 15 глава говорит очень четко что последний же враг это смерть он будет уничтожен и вообще иисус христос победил и от и смерть а то что в последнее время демонические силы активизируется и пытаются любым путем проникнуть в любые щели куда только могут сделать это да это о чем говорит библия что скоро придет христос церковь должна бодрствовать верующие должны стоять в вере не обращать внимание не бояться не на гадости не на сладости а значит что наше жительство на небесах и мы сегодня представляет царство света они царство тьмы и никакие не дьяволы не демонические силы нас не должны не пугать не страшить поэтому будьте благословенны стойте вере знаете что тот который в нас сильнее того кто в мире а господь нам сказал чтобы мы были носили носителями света и радости будьте благословен праздновать или не праздновать хэллоуин это личный выбор каждого человека этим роликом мы не навязываем никому свое мнение потому что один из главных принципов христианства это свободная воля человека но мы хотим чтобы вы были более информированы и приняли правильное решение праздновать или нет храни вас бог от всего злого если вам понравилось это видео и вы знаете людей которым важно это услышать поделитесь с ними до встречи в следующем выпуске